Теперь эта улучшенная версия вертолета Ми-8 МТВ будет состоять на балансе Министерства чрезвычайных ситуаций. Вертолет был передан Кыргызстану после переговоров с лидерами Кыргызстана и Российской Федерации. Ну а сегодня состоялось его торжественное вручение. Данный вертолет вышел с конвейера в феврале 2023 года. Общее время его полета составляет 28 часов. МЧС Кыргызстана будет применять данный вертолет при поисково-спасательных операциях и тушении пожаров. Из особенностей. Вспомогательная силовая установка ТА-14-130-08. Свет на новый двигатель российский. 6 часов позволяет работать без выключения. То есть раньше у нас стояла И-9В, ВСУшка, и украинская. Полчаса надо выключаться. Да, в условиях Кыргызии высокогорье двигатели ВМ стоят, высотная модификация. Температурный режим от минус 50 до плюс 50. То есть идеальный вертолет. Этот летательный аппарат прибыл в рамках договоренности между Кыргызстаном и Россией об оказании поддержки спасателям нашей страны. Ми-8 МТВ отвечает современным авиационным требованиям, подчеркнул Садр Джапаров на торжественной церемонии. Применение этого многоцелевого вертолета позволит авиационной поисково-спасательной службе МЧС страны значительно повышает шансы сохранить жизнь и здоровье пострадавшего. Оперативность оказания помощи является обязательным условием ее эффективности. Пользуясь случаем, выражаю признательность всем сотрудникам Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана и России за ваш труд, а также хочу пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, успехов и процветания. Также выражаю искреннюю благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и председателю правительства России Михаилу Владимировичу Мишустину за оказываемую нашей стране поддержку и вклад в укрепление материально-технического потенциала МЧС Кыргызской Республики. Грузоподъемность вертолета составляет 4 тонны. В кабину летательного аппарата вмещаются 24 человека. При полете машина выдерживает температуры от минус 50 и плюс 50 градусов. Важнейшее место в нашем совместной работе по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций занимает взаимная поддержка и помощь. И сегодня по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и правительства Российской Федерации мы имеем честь передать вам российский вертолет Ми-8, оснащенный современным оборудованием и средствами пожаротушения. Уверен, что данная авиационная техника поможет успешно выполнять задачи, возложенные на спасательную службу Кыргызстана и станет незаменимым инструментом в благородном деле спасения человеческих жизней. В рамках договоренности Кыргызстана и России первой партии Бишкек были доставлены 40 пожарных автосистер на общую сумму 8 миллионов долларов. Сегодня вторым этапом доставлен вертолет стоимостью более 12 миллионов долларов.